Здравствуйте! Вас приветствует учитель химии школы номер 5 города Бузулука Щевелева Татьяна Викторовна. Сегодня мы с вами рассмотрим тему 8 класса строения атома изотопы. Атом – неделимая частица, так считали до конца 19 века. Но это определение потеряло свою актуальность. Посмотрим, какие же открытия подвигли ученый мир признать, что понятие атом – неделимый – не соответствует действительности. Атомно-молекулярное учение развил и впервые применил в химии великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Атомно-молекулярной теорией, или как ее называли в то время – корпускулярной теорией, Михаил Васильевич Ломоносов заинтересовался еще в студенческие годы. Теория Ломоносова значительно отличалась от концепции его предшественников, в которых тоже использовалось представление об атомах. Михаил Васильевич Ломоносов одним из первых отказался от наивных представлений о замысловатой форме атомов, наделив атомы массой, шарообразной формой, шероховатой поверхностью и способностью к движению. Сущность учения Ломоносова можно свести к следующим положениям. Все вещества состоят из корпускул. Так Ломоносов называл молекулы. Молекулы состоят из элементов. Так Ломоносов называл атомы. Частицы, молекулы и атомы находятся в непрерывном движении. В тепловое состоянии тел есть результат движения их частиц. Молекулы простых веществ состоят из одинаковых атомов, а молекулы сложных веществ из различных атомов. Атомистическое учение в химии применил английский ученый Джон Дальтон. В своей основе учения Дальтон повторяет учение Ломоносова. Вместе с тем оно развивает его дальше, поскольку Дальтон впервые пытался установить атомные в массы известных тогда элементов. Атомно-молекулярное учение в химии окончательно утвердилось лишь в середине XIX века. Атом – наименьшая частица химического элемента, входящая в состав молекул простых и сложных веществ. Химические свойства элемента определяются строением его атома. Отсюда следует определение атома, соответствующее современным представлениям. Атом – это электронейтральная частица, состоящая из положительно заряженного атомного ядра и отрицательно заряженных электронов. В 1879 году английский ученый Уильям Крукс открыл катодные лучи – поток быстро летящих отрицательно заряженных частиц, размеры которых были меньше самого маленького атома водорода. В 1895 году немецкий ученый Вильгельм Рентген обнаружил новый вид излучения, обладающего большой проникающей способностью, и назвал их X-лучами. В 1898 году супружеская пара Пьер и Мария Кюри обнаружили, что при распаде атомы испускают три типа лучей, которые получили свои названия по трем первым буквам греческого алфавита – альфа, бета, гамма. Главным итогом открытий было ясное осознание того, что атом не является мельчайшей частицей вещества, он имеет сложное строение. Было предложено несколько гипотез моделей строения атома. Большинство из них основывалось на предположении, что атом представляет собой совокупность положительных и отрицательно заряженных частиц. В 1911 году британский физик Эрнест Резерфорд на основе своих исследований предложил планетарную модель атома. Исследователь привел неоспоримые доказательства того, что атомы состоят из трех типов элементарных частиц – протонов, нейтронов и электронов. Мы видим, что протоны и нейтроны составляют ядро, которое находится в центре атома. Ядро занимает очень небольшую часть объема атома, но в нем сосредоточена практическая вся масса атома. Протоны имеют положительный заряд, а нейтроны не имеют заряда, они нейтральные. Вокруг ядра движутся электроны – частицы с отрицательным зарядом. Их движение ограничено сферическим пространством вокруг ядра. Вашему вниманию предлагается просмотреть видео «Строение атома и строение атомного ядра». Заряд атомного ядра, носителями которого являются частицы протоны, положителен. Каждый из протонов несет элементарный положительный заряд. Число электронов в атоме равно числу протонов в ядре. Таким образом, в целом атом электрически нейтрален. Кроме протонов, в состав ядра входят частицы, называемые нейтронами. Их название отражает тот факт, что нейтроны не несут электрический заряд. Масса нейтрона практически совпадает с массой протона, в то время как масса электрона почти в две тысячи раз меньше. Следовательно, мы можем предположить, что практически вся масса атома сосредоточена в его ядре. Движение электрона происходит в определенном порядке. Чем ближе электрон к ядру, тем больше связь их с ядром, но меньше запас энергии. По мере удаления от ядра атома сила притяжения электрона к ядру уменьшается, а запас энергии увеличивается. Каждый электрон в зависимости от своей энергии будет находиться на определенном расстоянии от ядра. Так образуются электронные слои в электронной оболочке атома. Пространство вокруг ядра, где наиболее вероятно нахождение данного электрона, называется орбиталью этого электрона или электронным облаком. Выделяют несколько орбиталей. Это S, P, D и F орбитали, более сложные. S-орбиталь имеет сферическую форму. Путь электрона по ней напоминает путь нитки, которую наматывают на клубок. С нее начинается каждый уровень. P-орбитали имеют форму восьмерки. Такие орбитали появляются, начиная со второго энергетического уровня и располагаются по три. D-орбиталь имеет более сложную форму. Атомы появляются у атомов на третьем энергетическом уровне и располагаются по пять. Как показали исследования, атомы одного элемента могут различаться между собой. По некоторым свойствам, особенно по массе. Это происходит из-за разного количества нейтронов в их ядре. Атомы одного элемента, имеющие одинаковое число протонов, но различное число нейтронов, называются изотопами. Слово изотоп имеет греческое происхождение изос равный топос положение и в переводе означает равный по положению, поскольку все изотопы одного элемента занимают одно место в периодической системе. Например, изотоп хлора с атомной массой 35 составляет 75%, а изотоп хлора с атомной массой 37 составляет 25%. В результате высчитывается средняя атомная масса, которая составляет 35,5. Что произойдет с атомом элемента, если в его ядре изменится число протонов? Например, в ядро атома фосфора добавить один протон. В результате получится другой химический элемент. Например, был фосфор, а получим химический элемент серу. В результате ядерных реакций получаются новые химические элементы. На основе знаний об изотопах понятию «химический элемент» можно дать такое определение. Химический элемент – это вид атомов с одинаковым зарядом ядра. Теперь мы можем понять, почему атомная масса большинства элементов, приведенные в таблице Дмитрия Ивановича Менделеева, дробные. Следует разграничивать понятие «относительная атомная масса изотопа» и «относительная атомная масса элемента». Значения относительных атомных масс изотопов очень близки к целым числам. Относительная же атомная масса элемента, как совокупности изотопов, выражается дробным числом, потому что рассчитывается с учетом доли каждого изотопа в природной смеси. Теперь понятно и то, почему в некоторых случаях у элементов с большим порядковым номером атомная масса меньше, чем у элементов с меньшим порядковым номером. Например, в парах элементов аргон и калий, телур и йод. Оказывается, это зависит от того, какие изотопы, тяжелые или легкие, преобладают в данном элементе. Спасибо за внимание!